Девушки отдыхают Хоть чуточку, но на меня похож Все они могут сами о себе позаботиться Пусть за это мне спасибо скажут Беги, давай, давай Фиона, без неё мы как без рук Лип язык без костей, поэтому его и Филиппом никто не зовёт И Энн, весь мамочку, что пришлось кстати Ведь мамаша-то и след простыл И Карл, мы не даём ему отращивать волосы Потому что они у него торчат, как у страшилы И в ши их обожают Дебби, не спослана нам Богом Чистый ангел За карманы при ней держитесь покрепче Но девчонка она добрая Но Элен точно станет звездой Вот только научится ходить как следует Стив Парень Фионе Истина где-то рядом Не-е-е Потрясные соседи Кеф и Вероника Одолжат всё, что угодно Но не совсем всё И каждый из них знает самое главное Без чего в этой жизни прожить нельзя Это как замутить вечеринку Без стыдники Бухаем! Сезон 2, серия 2 Говорят, что дети — это наше будущее Дайте им путёвку в жизнь, и они сами проложат свой путь Когда у тебя таких 8 штук, знаешь, что всё это херня Дарвин был прав Пусть эти сучата сами себе корм находят С годовщиной, Голубки! Иди ко мне, иди ко мне Спасибо большое, моя прелесть Нифига себе Что это за танк такой? Пришлось взять машину побольше, чтобы всё это привезти О, да, молодца Надпись с Гашишевым юбилеем Бонспринге! Резиденция Болов Кто? Я тебя не слышу, милая Говори чуть погромче Ты лучше кричи, а то я нихуя не слышу Келвина? А, Кева С годовщиной Тут люди ждут Подожди минутку В вашем распоряжении Рико Черт Какая дикарка Боже, Ким Сколько ты туда гаши положил А иначе какой смысл? Да, начнется веселье Ты откуда взялся? Я думала, ты давно ушел Я пошел его искать Наверху, внизу, в будуаре моей леди Нигде нет Прикорнул на пару минут Просыпаюсь, а уже птички чирикают Ты с этой штукой срослась, что ли? Вы знаете, каково оно? Измождение Дети орут всю ночь на ногах Глаз не сомкнешь Зачем я тебе понадобился? Хуй знает Кто-то звонил А, да, точно Точно, да, да Да Женщина какая-то Голос такой, типа Из высшего общества Сказала, что хочет с тобой поговорить О чем-то важном Папа! Я вам, блядь, не секретарша Я искал тебя, а ты пропал Чего она хотела? Ты помнишь, как ее зовут? Это всё По правде говоря Нет Мариса! Мариса Платтинг? Социальный работник Ты почему раньше не сказал? Черт, подери, Фрэнк Что она сказала? Что она точно сказала? Она что-то сказала о том, что придёт сегодня утром. Она что-то упомянула о каком-то ребёнке. Боже мой. Почему ты ничего об этом не говорила? Да тут и говорить-то не о чем. Вы берёте ребёнка на воспитание. Да, но, честно говоря, мы не думали, что нам дадут кого-нибудь. А как же тесты, оценки на соответствие требованиям? Ребёнка просто так не дают. Дело в том, что мы... Кеф не хотел, чтобы кто-то знал. Почему? Он думает, что это из-за него. Не то, чтобы мы не можем завести своего, просто не завели. Рыбки не плавают. Таст! Моя собственная дочь выбрасывает меня на улицу. Как будто мне не хватало того, что я потеряла свой дом. Теперь это... Чем я такое заслужила? Скажи, и я всё исправлю. Мама, по правилам, ты не можешь здесь быть. Ты не проходила медосмотр. Я бабушка этого ребёнка. Почти что. Тебе нельзя здесь находиться. Холостыми! Стреляешь холостыми! Ещё чуть-чуть, и я тебя отбежу. А уж этому тут точно не место. Поджигатель ёбаный. Нам некуда пойти, Вероника. Позвони Барри. Ты шутишь после того раза. Боже. Надеюсь, ты будешь довольна, когда я окажусь на улице со всеми своими вещами в тележке из супермаркета. Бесплатный. Вы Вероника, верно? Рада вас снова видеть. Ну а вы? Не подсказывайте. Кеф. Кеф. Хорошо. Прекрасно. Очень хорошо. Приступим. Карл, выходи из твоего гадюшника. Кэрол. Какого долбанного чёрта? Нас выгнали из дома. Чаю можно? Срочное размещение. Эрик Татчелл. Десять лет. Милый мальчик. Родился в Ардвике. Не фашемебель на его части, но не совсем в дыре. Так что таскать деньги на крэк из кошельков у вас он не будет. Родители играли на бирже, влезли в долги. Большие долги. За день до конфискации дома они смылись в Малагу, в Испанию. Только одна проблема, они забыли сказать об этом Эрику. Боже, они уехали без него. На этой работе я всё повидала, вы бы не поверили. Знаете, что обычно те, что задирают, но самые худшие. С такими, как вы, я готова работать всегда. Пробное размещение даёт вам возможность проверить, насколько вы готовы к усыновлению. Ну а я могу отдать Эрика на попечение. Все выигрыши. Считайте это генеральной репетицией. Если справитесь, мы найдём вам что-нибудь на более долгий срок. И когда мы его получим, Мариса? О, я не сказала. Он ждёт в машине. Эрик, познакомься со своими новыми временными приёмными родителями. Вероника и Келвин Болл. Зови меня Кева. Ну, пошли. Представь, что ты дома. Всё, что хочешь, твоё. Голодный – ешь. Хочешь пить – пей. Только не трогай моё пиво. Чувствуй себя как дома. Если что-то нужно, не бойся спрашивать. А это кто? Соседи. Здравствуй, Кэрол. Не обращай на меня внимания. Просто я любопытная. У тебя тут мило, Фиона. Нам нравится. Хотя для двоих дом слишком большой. Лип. Йен. Карл. Это Стив. А это молодая красавица Дебби. Пинчуга! Это мой брат Марти. Тут подкрасить, там коврик положить, и будет красота. А это моя мама Кэрол. И моя лучшая подруга Фиона. Хулиган малолетний какой-то. Ладно, ну что, может, поиграете? Покажите Эрику свой настольный футбол. Ни за что. Пойдем наверх, у меня самая большая комната. Вероника, они не могут здесь поселиться. Пожалуйста, Фиона, это ненадолго. Только пока Эрик у нас. Нам нужно больше места, а не меньше. Ну а Марти? Он поджигает вещи, только когда злится. Держите его подальше от хахали моей мамаши. Ладно. Но только пока они не найдут себе другое место. Спасибо. Спасибо. Эрик? Дебби? Острый аппендицит. Придется оперировать. Пошли, Эрик. Пора домой. Скажи, здорово, когда дома свой ребеночек. Да говнюк он малолетний. Кеф, если хотим получить постоянного ребенка, нужно справиться с этим. Ты слышал, что сказала социальная работница? Облажаемся с этим, и другого у нас не будет. Ты сильно устала? Нельзя. А если он услышит? Будем с выключенным звуком. Ладно, тогда просто подрачи. Эрик? Эрик? Вот ты где. Форму надел? Хороший мальчик. Завтрак? Так. Сок? Эрик? Эрик? Кеф! Пожалуйста, только не сейчас. Не нагнетай двигатель, зальешь бензином. Была бы у тебя тачка, нормальная проблем бы не была. Он позеленел. Ты же работала в больнице. Да, блять, уборщицей. Что происходит? Они его убили. Что с ней случилось? Я нашла его у кухонного стола. Он был белым, как простыня. Звоните в скорую. Да, как тогда с моим дядей Питом? Он умрет, пока они сюда доедут. Но в этом вы его в больницу не довезете. Машина Стива, Стив! Фиона, тащи ключи. Что с ним было, когда ты его нашла? Он просто лежал. Как лежал? Как будто вырубился или как будто что-то принял? Он не мог обдолбаться. Такое бывает, особенно с приемными детьми. Стив! Может, у него аллергия, как у меня, на яйца. Вам о таком не говорили? Нет, просто... Успокойся. Он ребенок. Как вообще нам могли доверить ребенка? Это за нами? Ничего, просто скажем им, что торопимся в больницу. Нам еще и сопровождение дадут. У кого-нибудь снимали отпечатки пальцев? У кого-нибудь здесь снимали отпечатки пальцев? Да о чем? О, боже, боже. Эрик, дружище. Ты как? Стошни еще раз, если нужно. Давай, мой хороший, пусть все выйдет. Что это у него? Да это торт с гашишем с вечеринки. Он тортиком обожрался. Он будет жить. Держитесь покрепче. Всего-то торт с марихуаной. Это не моя машина. Вы представляете, краденая машина. Тебе лучше. Ты чего, тачки пиздишь? Ты поднялся в моих глазах. Они что, все были ворованными? А я-то думал, откуда такая крутизна? Слушайте, мы не зря об этом не рассказывали. Чем меньше народ узнает, тем меньше шансов попасться. Не распространяйтесь об этом, ладно? Быстрее бы рассказать Липу. Ты чуть нас всех не поубивал. Фиона, других вариантов не было. Животик разболелся. Да. Наверное, он что-то не то съел. Да, мы даем ему пить много жидкости. Так что скоро будет совсем здоровенький. Нет, нет, нет. Все хорошо. Да, да. Мы приведем его днем. Пока. Хочешь кусочек тортика? Мы справимся, Кеф. Мы можем быть хорошими родителями. Нам просто нужно очень постараться его не убить. Поехали. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Точнее, его дамочки Его гордость и отрады, и он сказал найти угонщика и на клочки порвать Чёрт, Стив Он с катушек слетел, поднял всех, работаем в три смены Можно подумать, за серийным убийцей охотимся Она ещё у тебя? Да, в безопасном месте Блять Вставай, пора в школу Эрик Я не иду В школу? Все должны ходить в школу Отвали Ну же, Эрик, ты... Оставь меня в покое В чём дело? Эрик, дружище, ты же не написал «В постель», правда? Оставь меня в покое! Оставьте вы все меня в покое! А ты кто? Эрик! Эрик! Зелёный Гран-Черокки, понял? Если что-то появится, позвони мне Стив Что? Ты видел маленького Эрика? Прости Нет, нет Пообещай мне зелёный Гран-Черокки, запомнил? Какого хуя ты тут делаешь? Единственное спокойное место в этом доме Ты не видел парнишку? Нет, Кеф, нигде его не видел Пошли, чувак, в школу Нет! А что, если он не хочет? Он должен ходить в школу, Фрэнк, это закон Закон? Закон ёбаных джунглей Сам-то школу помнишь? Тот парень всё написал в «Повелителе мух» Да они там людоеды Пошли, дружище Что он делает? Ничего Просто идёт Сердце кровью обливается Хотел бы снова стать его возраста Лучшие годы жизни Не надо так глядеть, кислорожая скотина Мы родители, а не извращенцы Фрэнк Ты хочешь, чтобы на нас заяву накатали? Где он? В левом углу В левом? Он пропал Где он, блядь? О, нет Что? Что такое? Там Боже мой Ах ты, сучки мелкие Ты что, блядь, будешь просто сидеть? Сделай что-нибудь Например Это Твой сын Ты его защитник В нужное время В нужном месте Что ты делаешь? Мы едем туда Не-не-не-не, подожди С дороги Залезай Залезай К зубному опаздываем Забрось меня в джокей по дороге Нельзя украсть ребенка и думать, что тебе это сойдет с рук, тупица Ты бы это видела, они его совсем затюкали Бедный дурачок Да он педик Неправда, в этом возрасте девочки страшные существа Если вы это не прекратите, его всю жизнь будут зажимать Йен прав Он не может всю жизнь прожить подкаблучником Почему нет? Ты-то живешь? Ему нужно стать пожестче Просто признайте, у вас растет педик Лип Как дела, педик? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ничего нет? Это дело времени Все образуется А если все закончится плохо, Стив? Такого не будет Ты свистнул машину коп И если тебя найдут, получишь по полной Не поймают Откуда тебе знать? Ты не заколдованный А ведешь себя так, как будто у тебя прививка от неудачи Может случиться все, что угодно Кого угодно могут поймать Это жизнь Эй, эй Послушай Я не хочу тебя потерять Слушай Все можно решить Я найду замену, поверь Ладно? Мальчик, 10 лет Экстренное лишение родительских прав Наверх Давайте наверх Что происходит? Эй, эй Уберите от меня руки Что вы делаете? Кев, что они делают? Куда вы с ним идете? Мариса, куда вы с ним идете? Отстаньте от меня, мне больно Отвалите Мариса Кев, успокойся Что происходит? Куда они его забирают? Не лезьте и зайдите обратно в дом Они забирают Эрика Это все из-за меня Ты не сделал ничего плохого Наверное, им позвонили из школы Рассказали, как мы его запихнули в машину Или они решили, что совершили большую ошибку Вообще, доверив нам ребенка Мне нужен всего лишь еще один шанс Еще один шанс Это снова они Они привезли его обратно Уже третий раз за последние шесть месяцев Мы должны были быть на Бригл Стрит Смотрите Ваши данные записали сюда по ошибке Вы получите предложение о компенсации Но, поверьте, это была простая ошибка Добро пожаловать домой Ты меня испугал Я думал, ты оторвешь купу голову Знаешь, тебе бы это пригодилось На игровой площадке Со мной было то же самое в твоем возрасте Хулиганы меня Доставали Не давали проходу Сейчас в это трудно поверить Но я был далеко не красавцем Нет Стальные волосы, прыщи Меня называли от точки к точке Кошмар, а не жизнь И однажды Я устал И решил, нужно что-то делать И я упросил моего отца научить меня боксу По-настоящему И после этого я знал В любой ситуации Я всегда смогу постоять за себя Твой отец сейчас уехал Но если хочешь Я могу тебя научить Договорились? Да начнется Битва Так, помни, что я сказал Удар Слева-справа, слева-справа Раз-два Раз-два Подними подбородок Бум-бум-бум Раз Два Три Так, продолжай Хватит качаться и пыхтеть Сосредоточься Сконцентрируйся Держи баланс Эй, я тебе говорил Не надо легких толчков Давай, старайся Четыре Пять Вот так, шесть Ты сам себя утомляешь Подними руки Удар справой Вот так Молодец Бухарик Бухарик Спермососка Спермососка Шлюха Шлюха Так только девчонок обзывают Давай, Эрик Ударь меня Давай, ударь меня Эрик 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 Молодчинка Давай пойдем на настоящий бокс, Кеф На настоящем стадионе Конечно На следующий матч и пойдем Правда Жизнью клянусь Ты не можешь обещать то, чего не сможешь исполнить Я схожу с ним на бокс Когда? Он у нас не останется Завтра он отправится в другую семью, которая тоже ему кучу всего наобещает и не сможет выполнить Это несправедливо Дело в том Кеф, он его сейчас прикончит Он начал мне нравиться Появились эти, ну знаешь, отцовские чувства Я на секунду Ты совсем из ума выжила? У меня свидание с Рико Но Марти не выпускает меня из виду С Рико? Да, итальянцем Люблю континентальный стиль Прекрасная Кэрол дома? Рико Моя дорогая Если Марти спросит, я ночевала здесь Одна Я открою Пошли, дорогой Где твоя машина? Тебе домой не пора? Мы просто думаем, как нам поддерживать связь после того, как он уедет Увидимся, ребенок Не забудь собрать чемодан, Эрик Социальный работник приедет утром Я хочу остаться здесь Это невозможно, милый В твоей следующей семье будет хорошо Может, у них будет Скайспортс И ты сможешь смотреть бокс, сколько захочешь Без Кева какой смысл? Ёбаный врат! Я наверх Да, я тоже иду Ты как, Марти? Я подожду ее Мама уже большая девочка, Марти Шлюха-распутница! Распутная шлюха! Это не смешно Я его боюсь Мне постоянно снится пожар в доме Ему просто трудно смириться с тем фактом, что у его мамы есть сексуальная жизнь С мужчинами вдвое младше ее Ёбаная шлюха! Убить! Сжечь! Иди ко мне Ты такая хорошая Эй, давай заедем за угол на случай, если Марти Только за угол Марти? Резня! Скажи мне что-нибудь сексуальное по-итальянски Мама шлюха! Ублюдок, сжечь, говнюка! Марти! Ёб твою мать! Какого черта происходит, Марти? Блядь, да он психопат! Куда девался твой акцент? Она моя мама! Не трогай мою маму никогда! Марти, какого хера ты творишь? Брось, не делай глупостей, чувак Я имею право на сексуальную жизнь Стив, нет! Марти, дай мне зажигалку, ладно? Отойди! Слушай, она твоя мама Ты ее любишь и хочешь защитить Все это понимают Она любит тебя больше всего в жизни Она любит тебя больше этого парня Он прав, Марти! Он же просто фальшивка! Просто дай мне зажигалку, и никто не пострадает Иди сюда! Ты и твоя ебанутая семейка Окей Что происходит? Что за хуйня здесь творится? Она взорвется, она взорвется! Придурок! Взорвите его нахрен! Там ему и место! Миссис Болл, я Констабель Викер Это Мэри Райан и ее дочь Эвелин Да? Вы опекун Эрика Татчелла? Да, в чем дело? Вы видели, что этот маленький говнюк сделал с моей дочерью? Молодец! Только погодите, пока я доберусь до этого засранца Эрик Эрик, дружище Так я и думал, больно он тихий Дебби Я ничего не знаю Что он с этим делал? Он хотел научиться рисовать девчачьи лица И я дала ему куклу Дебби, все очень серьезно Та девочка, Эвелин, очень пострадала Он из нее все дерьмо повыбивал Я не имею к этому отношения Тогда это что, Дебс? Эвелин? Килли? Белин, да? Боже Он всех троих достанет Он должен был их просто напугать Мама говорит, если вы за деньгами, приходите в пятницу Ты Килли Пилкинтон А вам чего? У тебя все хорошо? Да Привет, друг Белин, до дома? Зависит от того, кто спрашивает Да, это он Эй, ты грязный ублюдок Нет, вы не так поняли Детей крадет с игровой площадки Черт Блять, у нас проблемы Я так понял, Эрик здесь был Нихуя, они думают, что я педофил Ну, где она? Вот Вот она Все, что нам нужно сделать, это подписать документы о передаче И на этом все А где же наш маленький дружок? Дело в том, Мариса Нам нужно вам кое-что сказать Об Эрике Он не хочет уходить Мне здесь нравится Я хочу остаться Забудь об этом Собирайся и выходи Добро должно быть с кулаками Простите Я больше не тряпка, Кеф Я знаю Я б с тобой не связывался Я сделала это для тебя, чтобы ты мной гордился Почему ты отделал только Эвелин? Она лидер Она говорит всем, что делать После этого других бить не пришлось Давайте Пора идти Держи Спасибо, Кеф Пожалуйста И где же ты скажешь, ты ее нашел? Неважно Главное, чтобы розыск остановили Такие уходят за 22 штуки Значит, даже когда все получают свой кусок, ты получаешь чистыми сколько? 14, 15 Скажи, я хоть примерно угадал? Чего ты хочешь, Тони? Партнерство Учитывая мою должность, я могу тебе серьезно помочь Я говорю об информации Ты по-прежнему будешь угонять машины и договариваться с заказчиками Но я сделаю твою жизнь намного проще Свой человек внутри системы? Ладно До встречи, дружище Увидимся, Келвин Бол Эй, народ, выйдите и попрощайтесь с Эриком Давайте, двигайтесь Дверь открыта Прекрасно Очень хорошо Вы отлично справились Приятно было познакомиться Увидимся Так что скажите насчет маленькой китайской девочки? Увидимся, чемпион Винничонг Длинная история плохого обращения Но она отлично готовит Вот что Мы дадим вам знать Ладушки, пока Что ты задумала? Когда-нибудь ты станешь отличным отцом Келвин Бол Но я по тебе скучала Я скучала по нам Мне хочется, чтобы мы снова остались одни Но я думал Подожди, это же ты Я не говорю никогда Просто Потом Потому что когда у нас будет ребенок То мы лишимся этого И если не получится Не поймите меня неправильно Есть ли у вас свои или берете уже готовых Дети удобная штука Тырить в магазинах, чай заваривать Ну и все такое Пошли, народ Эй, ты поможешь мне чистить картошку? Кто будет резать лог? Он Он Но послушайте, мудреца Ожидайте худшего Таким образом, что бы ни случилось Вы всегда будете приятно удивлены В следующей серии Вы не заметили ничего странного? Куда ни посмотришь, все везде начали заниматься садоводством Дом с лучшим садом получит год бесплатной аренды Нравится? Почему близнецы не могут поехать с тобой? Потому что она в хосписе Это полицейский рейд Рассматривается обращение о лишении лицензии Вы нас закрываете? Жду завтрашнюю встречу, целую Он с кем-то встречается Что это еще за Кэрри Энн? Сперва Он надевает мои трусики на работу А теперь еще это Где ты был? В Стоуке Я думал, что сказал тебе Где близнецы? Не волнуйся, Салли за ними присматривает А она обожает детей Блять Это парень Озвучено студией Алексфильм Перевод Артель на прасный труд Перевел Александр Митраков Редактор Анна Ищенко Текст читали Татьяна Манетина Анастасия Флигина Семен Ващенко Александр Досевич Спермососка Ведро спермы Все хорошо, Эрик? Пизда Все хорошо, Эрик? Все хорошо, Эрик? Продолжение следует...